Добрый день, наши уважаемые зрители! Уважаемые, всем многим уже известным телеканалом YouTube, мы на канале ОМЗАП, у нас гениальный автомобиль, машина довольно-таки надежная, японская, Nissan, не будем говорить про всем известную руссконародную поговорку по поводу Nissan, когда ты его купил и что-то себе нужно делать, клиентка обратилась к нам по рекомендации от нашего постоянного клиента, клиентка боится, что ее обманут в каком-то сервисе, наш клиент ее к нам послал, попросили посмотреть, продиагностировать, пробега машины 65 тысяч, в ней никогда не меняли масло, от слова никогда, значит, как ее купили, и не меняли масло. Многие сейчас скажут, что это свежее, отличное масло, у меня на пробеге 15 тысяч такое, не забывайте, здесь она никогда не менялась. Просто долевали, это первый нюанс. Второй нюанс, когда она стоит, на холостом кону все прекрасно, стоит нажать на газ там от полутора тысяч и больше, у нас идет гул, свист, как угодно его можно назвать, в общем, довольно-таки неприятные звуки. Сейчас мы вместе с вами будем искать, откуда этот посторонний звук у нас, соответственно, мы будем еще менять здесь масло в двигателе, скорее всего, будем даже потом снимать, чтобы оценить состояние двигателя. Ну, скорее всего, надо здесь снимать и смотреть, если мы никогда не меняли. Изначально мы уже провели диагностику, изначально мои предположения были, что это стартер. Давайте мы вместе посмотрим. Машину мы завели, а щуп у нас сухой. От слова совсем. Все сухо. У нас есть другая еще проблема. У нас обильно какой-то жидкости, вся защита двигателя. Сейчас мы вместе с вами ее поднимем, машину, и будем смотреть, откуда, в чем у нас проблема. Может быть, у нас что-то с коробкой. Не просто так же масло нет в коробке, она просто должна уже была деться. Обратите внимание, это нам постояло приехало и постояло. Вот масло прям капает на пол. Мне кажется, что радиатором хана. Прежде чем мотором заниматься, нужно понять, что у нас течи все. Потому что поддон двигателя у нас течет, это понятно и видно. Надо переуплотнять. Пойдем к мастеру-приемщику, будем говорить, что нам нужно масло в коробку. Зашел я на приемку. У нас оказалось, есть в районе 600 граммов вариаторного масла. Сейчас зальем и попробуем. И должны увидеть, откуда у нас потеря масла. Масло вышло? Это царапаркей, где-то, где-то было. Ну, блин. А вот сюда, блин. О, все, нашлось. Я смотрел, смотрел, блин. Видишь, наверное, коробка пустая вообще была. Я сейчас залил хоть что-то, блин. Охлаждение коробки, да? Да. Хамут пошел. Не держит. Кстати говоря, кто видел видео с АХ-35, которого сгнил поддон, или масляный фильтр у него сгнил. Кто не видел, переходите. На нашем канале есть. Вот здесь такая же ситуация. Он масляный фильтр сгнил. У нас что-то какая-то... Пошел какой-то месяц не обслуживаем у автомобиля. Ну, если его никогда не меняли, блин. Ну, прям... Ну, что, надо было дать? Ну, пока еще не кусками. Сейчас посмотрим, может, кусками. По концертам пойдут, бом-бом. Поменяли масло. Сейчас 65. А, ну... Два года назад. Вы слышали это, да? Алло. Два года назад это было. Уважаемые клиенты, люди, подписчики. Каждые... Либо каждые 7-8 тысячи, либо раз в год масло менять. Наши рекомендации. Подон снимать нет смысла. Если 10 тысяч назад было, это ладно. Просто два года, это только косяк. Ну, еще раз в год, да? Ну, каждые 7-8 тысячи мы рекомендуем, либо год, да. Маленький такой, гнилой. Люди такие бывают. Маленькие, гнилые. А тут фильтр такой. Резинка уже деревянная. Ага. Вот почему у нас все так произошло. У нас отгнил кусок. Ну, он там прям сгнил, и прям трубка вот у насломалась. Сейчас завальцую здесь, аккуратненько тяну шланг, и все. Сюда как раз хватит. Вопрос, как в другом бусыржесе, что бы сказать, у нашей клиентки. Коробку сразу приговорили бы, с радиатором. сейчас устраним течь, зальем масло, и будем посмотреть, что у нас. И надеюсь, что будет все хорошо. Заливаем сейчас масло в двигатель сначала, потом заливаем масло в коробку, заводим все это дело, и смотрим, пропадет у нас в голове или нет. Сейчас у нас на уровне максимум, но не забываем, что у нас масляный фильтр в себя возьмет. И плюс еще насыпятся масляные каналы двигателя. Поэтому еще 300-500 грамм еще и заливаем. Смело. Более внимательные наши зрители, подписчики, не только на YouTube-канале, но также на Instagram, ВКонтакте. Кто читает наши посты, могут уже знакомы с тем, как лучше все правильнее проверять уровень масла. Горячий мотор. Залушили. Через минуту, через две проверяем уровень. Мы для вас как-то решили снимать, не выключая, никого не прося, чтобы ребята подозвали, покурили питаться, потому что у нас сейчас шумно. Шланг мы закрепили, хомут мы поставили, неоригинальный такой, он будет куда надежнее, потому что остальное хомут уже не зажимает патрубок, ну, шланг. Здесь еще нету, коробка вы перестала, масло мотое поменяли, фильтр поменяли, и бонусом вставка, я не знаю, нас оператор это видео снимал или фотографировал, если фото, то покажет, какой был воздушный фильтр. Можно проверить, какая погода была в то время, да? В центре, в Москве, экология, зашкаливаете. Вот, откуда ноги растут. Фильтр, мы его поменяли на новый. Рекомендации хозяйки оставили, по-моему, тормозных дисков. Ну, все. Очередной автомобиль был выполнен, нет, неправильно, наверное, как ледак. Как вам сказать, красиво, чтобы было, не слишком заумно. Очередной автомобиль попал в наши руки, качественно отремонтирован, без, как многих автосервисов говорят, ой, у вас вот везде все в масле, это надо коробку менять. Коробка стоит около 100 тысяч рублей вместе с заменой. Ну, чтобы такого не было, ищите проверенный качественный сервис на Дублинской 50Б в районе 1 и на Силанской. У нас вот наши сервисы, где, естественно, и качественно обслуживать ваш автомобиль. На этом все, ставим защиту, отпускаем клиента. Самое интересное? Да. А в каком-нибудь еще сервисе такую услугу делают? Бонусом. Я думаю, навредка. Все, машина готова. Говорим к мастеру, чтобы он ее выгонял. А вам мы говорим всего доброго, подписывайтесь, под... Нажимайте на колокольчик, смотрите наше новое видео. У меня возникла небольшая проблема с машиной, вернее, большая. Появились посторонние звуки, и мне было очень страшно ехать. Знакомые пугали, что накрылась коробка и так далее. Ну, вот, я приехала в этот салон, и хочу сказать, что очень довольна, потому что все мои проблемы решили буквально за пять минут и сработали как скорую помощь для машины. Я счастлива и могу ехать дальше. Всем рекомендую. Субтитры сделал DimaTorzok